Совсем недавно в Черкесске состоялся седьмой республиканский конкурс учащихся оркестровых отделений детских школ искусств Карачаева-Черкесии. Обладательницей гран-при стала скрипачка из Нижнего Архыза Ева Чумак. И сегодня она пришла к нам в гости вместе со своим наставником Анной Лозовой. Здравствуйте, дорогие гости. Добрый день. Рады видеть вас сегодня у нас в студии. Хотелось бы поздравить тебя, Ева, с победой. Это такой серьезный результат. Все-таки гран-при Анной и вас как наставника Евы, конечно же. Давай расскажем нашим телезрителям немного о тебе. Как давно ты занимаешься на скрипке, да, и как прошел вот этот конкурс для тебя. Сложно ли было, страшно ли, или наоборот была уверена в своей победе? Начала заниматься на скрипке я 7 лет. Так получилось то, что дедушка меня пошел записать на фортепиано. Ну, так получилось то, что мне сказали то, что у меня много талантов играть на скрипке. То есть, как вот часто бывает, совсем недавно у нас вот тут была пианистка, и она то же самое рассказывала. Ее бабушка приводила, а тебя вот дедушка, все-таки старшее поколение, да. И твой взор, скажем так, твое сердце, оно открылось все-таки скрипке, да. А сколько тебе сейчас лет получается? На данный момент мне 13 лет. Уже 6 лет ты вот занимаешься. Да. Скажи, пожалуйста, республиканский конкурс был первым в твоей карьере, или все-таки уже были до этого? До этого у меня было, в принципе, немало конкурсов, и это мой не первый конкурс. А какие эмоции были после вот этого 7-го? Долго ли готовились? Или, может быть, сразу так, скажем так, с корабля на бал пошла и взяла гран-при? Мы с учителем очень долго готовились, подготавливались для этого конкурса, и было, в принципе, волнительно. Ну, а так как я уже не первый год выступаю на сцене, я не сильно волнуюсь. Анна, ну расскажите немного о Еве, все-таки вы ее наставник, как давно вы с ней занимаетесь, и что бы вы могли о ней сказать как об ученице? Ну, на самом деле мы с Евой занимаемся уже 6 лет. А, то есть это вы ее, да, первый наставник до сих пор, получается? Это самое, ну, как бы, я считаю, что мы с ней сотрудничаем, потому что не только я ее учу, и она меня учит. Партнеры, да? Да, партнеры, можно даже так сказать. Где-то она даже делает и чувствует больше, чем я могу ей дать, скажем так. Ну, она действительно очень настойчивая, очень такая, в хорошем понимании, упертая. То есть ставит цель и как бы старается ее достигнуть. Устепнее, да? Да, достигнуть. Потом у нее очень тонкое отношение к музыке, она ее чувствует. Мы куда только ни приезжаем, и где выступает Ева, отмечают ее индивидуальность. Вот просто на фоне остальных детей, она отношением своим, своей трактовкой, что ли, ну, подачей своей, она очень отличается, именно музыкальной такой вот подачей. Я ей говорю за это каждый раз спасибо. Мы друг друга, я надеюсь, понимаем, да, поддерживаем. То есть стараемся, ну, как бы, она растет, я расту вместе с ней. Ну, по республике, конечно, республика у нас проходит не каждый год. И это как испытание, как, в принципе, как этап, как порог для каждого. Тем более, что дети проходят сначала, ну, где-то раз в три года он идет. Пандемия у нас один раз набила его. А раз в три года, и представьте, три года. Конкуренция сильная. Мы имеем в виду, что у нас будет этот конкурс. И, конечно, мы выстраиваем, мы приходим сначала во втором классе, допустим, да, а потом через три года приходим в пятом. И вот эти все, на протяжении всех трех лет, мы держим в голове, что нам нужно достойно выступить дальше, достойно показать себя. Ну, а потом, естественно, дети, которые уже дошли до восьмого класса, стараются, это уже идет однозначно отбор в училище поступающих. Вот у нас такой конкурс нацеленный. Хотя он называется республиканский, но Ева не даст обмануть, что он по сложности, по подготовке, да, и по ответственности выступления на нем, он достаточно серьезный. Да, хотя у нее много конкурсов, действительно, уже в этом году. Ну, Ява, расскажи, где ты там выступала сама, да? Уже, да, были какие-то масштабные конкурсы, да, какие победы были на счету у Евы, хотелось бы узнать, да. В этом году я была на конкурсе в Ялте. Там мы выступали в первом и во втором туре. И еще там я играла концерт Берио вместе с оркестром, мне очень понравилось. А вот на прошедшем, кстати, конкурсе республиканском, что за произведение вы исполнили и почему выбрали именно это произведение? Мы выбрали Каватину Рафа, потому что она была певучая и очень эмоциональная. Угу. Ну, чуть позже я приоткрою небольшую тайну нашим телезрителям. Мы буквально совсем скоро услышим это произведение в твоем исполнении. Я вообще хотелось бы узнать, все-таки ты вот представитель молодежи, да, но играешь классику все-таки на скрипке, да. Кто твой любимый автор, композитор, кого ты чаще всего или больше любишь вот исполнять? Я больше всего люблю концерт Берио. Берио очень такой интересный композитор, я его люблю. А, ну то есть получается как раз-таки то, что ты и исполнила на конкурсе, да. То есть твое сердце было открыто этому произведению и этому автору. Если говорить о планах на будущее, вот твой наставник, она сказала, что республиканские конкурсы – это своего рода как отбор в училище, да. Планируешь ли ты поступать и вообще хотела бы ты профессионально связать свою жизнь? Да, конечно. Я хотела закончить музыкальную школу и поступить в музыкальное училище, чтобы продолжать свою карьеру. Анна, вот у вас такой целеустремленный ученик, хотелось бы узнать, как вы видите ее будущее дальнейшее, как вы считаете, получится ли из Евы такой вот прям супер-мега-профессиональный? Я думаю, что получится при достаточном ее стороне, потому что она действительно ставит цели, я еще раз повторю, она ставит цели и она их достигает. Вот в том-то все и дело, что, бывает так, поставил цель и прикоснулся к этому и оставил, а у Евы все наоборот, она ставит цели, ближайшие цели, дальнейшие цели, и я думаю, что у нее получится. Достигатор по жизни, да? Да, достигатор, да. Мы уже сказали о том, что прошли некоторые конкурсы в начале года, сейчас вот она стала обладателем гран-при, это лучший, получается, исполнитель всего республиканского конкурса, да? А если говорить о предстоящих каких-то состязаниях, что вот сейчас ставить, к чему готовить? Ну, на самом деле у нас конкурсы, это итог, а после итога идет как бы очередная подготовка. Я думаю, что мы сейчас потратим усилия на то, чтобы освоить больше технического материала, ознакомиться, почитать с листа, более, скажем так, расширить репертуар, а все остальные планы мы будем строить, скорее всего, где-то уже в сентябре, в октябре. А, ну, то есть сейчас как бы такой сезон затишный, да? Вот лето, это нет таких особо... Сезон затишный, трудно сказать, потому что он как раз идет набор всего того, что потом будет дальше применяться. Ну, то, что не видно зрителям, скажем так. Не видно, совершенно. Основная такая работа каждодневная, но это не видно. Но она очень важна, она должна быть системна, мы это все понимаем, и как бы уходим на каникулы работать, учиться уходим на каникулы. Ну, Ева, любой успех, он достигается при каждодневной работе, большом объеме труда. Скажи, пожалуйста, какие качества в человеке, на твой взгляд, развивает занятие вот музыкой, особенно скрипкой? Что воспитывает? Я думаю, то, что развивает очень мышление, концентрацию, потому что, когда мы играем на скрипке, мы должны концентрироваться на данный момент. Анна, а вы что бы могли сказать для детей особенно, ну да, вот начинают заниматься все-таки с детства, да, каким вырастает человек, что прививает вот эти занятия? Ну, если применительно к скрипке, то скрипка дает, знаете, такую уверенность в себе, в любом деле, будешь ты продолжать профессионально, не будешь, но скрипка дает чувство уверенности, чувство ответственности и чувство ощущения результата, потому что у нас непростой инструмент и не всегда удается извлечь то, что хочется. Но когда ты достиг результата, то есть и в принципе по жизни это пригождается, то есть человек, даже не будучи уже профессионально, не связав свою жизнь со скрипкой, он как бы ставит, да, он это может применить. То есть вот как бы так. Умение достигать поставленных. Да, и потом детям, которые учатся на нашем инструменте, в школе, практика показывает, математика легко, русский легко, коммуникация в коллективе тоже не составляет труда, это немаловажно. И потом, ну... Способствует социализации, да, все-таки, этого человека? Да, 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 да. То есть он становится более общественный, не замкнутый. Ну и чувство прекрасного. Мне кажется, просто скрипка это один из таких вот инструментов, которые... Это априори, понимаете, мы даже как-то все время стараемся, ну, на это обращать внимание, с детьми говорим, что ты же играешь, послушай, как это прекрасно, как это здорово. И родители тоже, они просто... В восторге, да? В восторге. Каждый раз приходят, и вон две ноты играют, а они просто вот счастливы. То есть даже это, и радость нашим родителям. Ну, я уверена, что все были в восторге на конкурсе, когда услышали Еву, и ее наверняка просят и родные, и близкие, и все знакомые лишний раз, сыграй нам, пожалуйста. И мы не станем исключением, мы бы хотели сегодня услышать произведение, которое ты исполнила на конкурсе, и парады наших телезрителей, и меня в том числе, потому что скрипка, мне кажется, это что-то, ну, невероятно волшебное. Сыграем! 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 Желаю тебе успехов, дальнейших новых побед, и всего самого прекрасного и вам, Анна, как и ее наставнику. Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости, что порадовали нас вот таким вот чудесным исполнением. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я также прощаюсь. Желаю вам хороших выходных, и главное, берегите в себе чувства прекрасного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...